Маркетплейсы с залпом продают разные безделушки под названием «Слово пацана». Главный саундтрек сериала используют для рилс и тикток, чтобы залететь в тренды. Ну и, конечно же, на таких площадках, как Уфор и Авито, люди повально распродают свои старые вещи за нормальные такие деньги с приставкой «Слово пацана». Всем привет, с вами Юля, я создатель бренда Julia F, и это моя рубрика «О чем говорит одежда героев кино и сериалов». И сегодня мы с вами разберем нашумевший сериал «Слово пацана». Он захватил буквально все и всех, получил признание в Бельгии, Швейцарии, Италии и даже Франции. Одежда действительно не просто тряпочки, по ним можно понять, о каком временном промежутке идет речь, территориальную принадлежность и почему люди одеваются именно так, а не иначе. Действие «Слово пацана» происходит в 1989 году и сосредотачивается в основном на проблемах уличной преступности именно среди школьников, что делает сериал уникальным по сравнению с другими российскими телепроектами криминальной направленности прошлых лет. Одна из главных проблем, существовавших на протяжении всей истории Советского Союза, заключалась в недостаточном развитии легкой и пищевой промышленности. Если мы посмотрим статистику, то может показаться, что она была развита на должном уровне. Но это не так. На фоне финансовой мощи тяжелой промышленности легкая и пищевая были никудышными. Но если перебоев с продовольствием особо не наблюдалось, то с легкой промышленностью они были постоянны. Также страдало качество и выбор одежды и обуви. Из-за данной проблемы дефициты определенных товаров были всегда и на протяжении всей истории Советского Союза. В этот же период в крупнейшие города Советского Союза приезжают иностранцы и постепенно формируется пульт подражания западной моде. Советская промышленность не справлялась с удовлетворением спроса, поэтому одним из признаков эпохи была нехватка потребительских товаров. Большинство советских пацанов были выходцами из богатых рабочих семей. В условиях дефицита им приходилось одевать, что им придется даже донашивать одежду родителей и старших братьев. Например, популярность телогреек была во многом связана с их доступностью. Их даже не покупали, а обычно приносили с работы. Дефицит создал целый культ фирмы, вещей от популярных чаще всего заграничных брендов. В первую очередь фирма ассоциировалась с продукцией Adidas. Широкая аудитория познакомилась со спортивными костюмами немецкой фирмы еще в конце 60-х благодаря детской телепередаче «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас» из ГДР. Однако настоящую популярность и доступ на отечественный рынок Adidas получил в качестве официального поставщика спортивной формы для сборной СССР на Олимпиаде 80-го года в Москве. Одежда пацанов 80-х была отражением времени, их образа жизни и принципов. Больше всего среди них ценилась сила, ловкость, поэтому предпочтение отдавалось спортивной одежде – костюмам, кроссовкам, шапкам, петушкам и прочим. Доказательство статуса, успеха и взрослой жизни – меховые шапки. На принадлежность к советской элите указывало наличие шапки из механурки или пыжика – детеныша северного оленя в возрасте до 1 месяца. Для простых смертных престижными считались модели изнутри и андатры. Обычно подростки донашивали такие шапки за отцами или же снимали с прохожих. Воровство пыжиков вообще было одним из самых популярных и прибыльных видов уличных преступлений. Одежда выражала пацанскую идеологию, основанную на культе силы и маскулинности, а также отвергающей официальную власть и культуру. Поэтому популярна была армейская эстетика, а все женственное и связанное с государством, например, пионерией или милицией, запрещалось. В основу сериала легла книга «Слово пацана. Криминальный Татарстан. 1970-е-2010-е годы» российского журналиста из Казани Роберта Гараева. В ней он рассказывает историю уличных банд города, приводя воспоминания участников тех событий, в том числе и свои собственные. Гараев с 1989 по 1991 год состоял в одной из таких группировок. Гараев принимал участие в съемках сериала в качестве консультанта по той эпохе, в том числе по стилю одежды и сленгу того времени. Ни в одной серии нет ни одного эпизода, где действие происходит солнечным днем. Либо небеса хмурые, либо снимают в убогих советских интерьерах, или уже совсем ночью. Серый цвет безо всяких оттенков самый главный в этом произведении. Кроме захватывающей истории харизматичных актеров, немаловажную роль в этом фильме играют исторические костюмы и реквизит, переносящие нас в атмосферу конца 80-х. В воссоздании настолько реалистичной исторической картины есть заслуга отличающегося и красочного стиля той эпохи. Художником по костюмам в сериале является Дарья Фомина. В одном из своих интервью она подчеркнула, что разовая фотосессия – это больше история про моду, а костюмы в кино – это психология героя. Чтобы погрузить зрителя сериала в атмосферу конца 80-х годов, некоторые костюмы Дарьи и ее команда шили специально для фильма. Другие же готовые подбирали на киноскладе «Жар птица» или на складах киноиндустрий «Мосфильм» имени Максима Горького. Слово «пацана» – это моя самая масштабная работа, признается Дарья. Она за своей командой одела более 1100 персонажей с учетом артистов массовки. Для зрителя это просто кучка парней, ведь у каждого пацана свое имя, своя история, свой образ – Лампа, Димит, Турбо и другие. И все эти образы должны были соответствовать той эпохе. Ну а теперь давайте отдельно углубимся в образы каждого главного героя этого сериала. Большая часть вещей находилась на барахолках или авито, а дальше художник по костюмам Дарья принимала решение. Либо они будут делать аналогичную вещь, либо использовать оригинал. Тут все зависит от сцены. Что касается серой куртки Олимпийки Монтана Вовы и Адидас, ее хотели использовать как некий штамп времени. Но была одна сложность. С одной стороны нужно было сшить с нуля, поскольку для съемок нужны были куртка и ее дублер. А с другой стороны могла потеряться фактура, потому что сейчас ткань уже совсем не та. И Дарьи посчастливилось найти две оригинальные куртки на авито. Свитеры Вовы. Сначала он носит зеленый свитер со скандинавским узором, затем менее приметный серый. Герой вернулся с войны, не понимает, как жить в мире с новыми устоями и правилами. Искренне жаждет справедливости по любому аспекту. Герой Ивана Янковского в смятении. Он вернулся из Афганистана и чувствует перемены, которые происходят, пытаясь понять, сможет ли он найти себе место. Сначала он появляется в военно-полевой форме, хотя мог прийти и в парадном кителе. Потом он ходит в монтане с супер-трендовой вещью того времени. А потом просто носит обычный свитер вне привязки к моде или военному прошлому. Что как раз символизирует его растерянность и внутреннее бегство. Марат, пожалуй, самый модный среди всех пацанов. Сказываются в благозостоянии родителей и заграничной командировки отца. Спорт-шик, как он есть. Синяя дутая куртка, бордовая олимпика без ворота, спортивные штаны с лампасами. Ну и неотъемлемые аксессуары того времени. Шапка-петушок. Форма этого головного убора, который носили все советские спортсмены, напоминала петушиный гребень. Отсюда и название. И махеровый клетчатый шарф. Костюмеры нашли ноунейм-куртку для Марата в костюмерке и потом просто сшили похожую. Потому что использовать в съемках только одну винтажную вещь – дело неблагодарное. Тем более, если в проекте есть экшен. Что касается черных кепок-сеточек с надписью USA California, которая ворует Марат с Андреем, то, по словам Дарьи, найти их было нетрудно. Такая модель популярна и сейчас. Они не особо изменились с конца 80-х. Кто-то уже выпустил даже с надписью UFA. Да, расширилась и цветовая палитра, появились розовые модели, но логотип и сеточка остались прежними. Изменился козырек. Раньше он был картонный, сейчас пластиковый. В сериале сыгрались современные кепки, поскольку винтаж в хорошем состоянии найти не удалось. Для Айгуль школьный наряд шили специально, потому что хотелось, чтобы форма хорошо сидела по фигуре. В сети спорят, почему она постоянно в белом фартуке, который надевали только по особенным случаям. Иужели не смогли найти черный? Однако художник по костюмам акцентирует внимание на следующем. Костюм в кино несет не только историческую достоверность, но и помогает раскрытию характера персонажа. Светлый образ девочки в белом фартуке со скрипкой в руках символично говорит о чистоте и невинности Айгуль, которые будут поруганы. Костюмеры прекрасно понимали, что обычно девочки носили черные фартуки, использовали их для других школьниц, но в этих эпизодах не была Айгуль. Ее белый фартук – осознанное художественное решение для создания более тонкого и нежного образа героини. Более того, цвет фартука Айгуль – один из приемов подчеркнуть столкновение двух миров. Первую любовь отличницы и хулигана. Еще один сильный образ девушки – жилетка и юбка, в которых она убегает с дискотеки, когда ПДК проносится слух, что ее... Команда художников по костюмам долго обсуждала, как героиня должна выглядеть в этой сцене. Одеться с вызовом, мол, несмотря на все, что с ней произошло, она все равно самая классная девочка в ярком светле и мини-юбке. Или же она должна выглядеть как жертва, причем не только Олика, но и девочек с дискотеки, родителей и вообще всего общества. Нужно было показать не провокацию, а глубокий надлом. И героиню сознательно нарядили в сдержанную бежево-коричневую гамму. Женских персонажей в сериале не так много, в отличие от пацанов, поэтому каждую девушку хотелось сделать особенной, сообщает Дарья. Наташа, медсестра, в больнице она носит белую униформу, медицинский халат, этакий образ прекрасного ангела-спасителя. С ее появлением Вова-Адидас вдруг понимает, что не обязательно жить уличными разборками, что можно жениться, обзавестись домом, семьей. Наташа его попытка изменить жизнь. Она его якорь, надежда. Ее не хотели одевать во все серое а-ля советская грусть-печаль. Хотела, чтобы она выглядела, как манящий маяк, как путеводная звезда. В ее гардеробе преобладает спасительный белый цвет, и даже на дискотеку она надевает пестрое цветное платье с белым воротником. Любовный интерес Андрея Ирина Сергеевна, инспектор по делам несовершеннолетних, женщина в форме. Эту милицейскую форму шили с нуля, чтобы подчеркнуть грацию актрисы. Героиня в ней поразительно женственно и хрупко выглядит. Когда же Ирина не при исполнении, то носит модные наряды. Она объемный персонаж, добросовестная сотрудница милиции, но при этом свободная от работы. Время увлекается андеграундной музыкой и явно разбирается в моде. Художникам по костюмам очень хотелось уйти от шаблона, и кажется, им это удалось. По сюжету мама Андрея, Светлана Михайловна, которая одна, без мужа, еле сходит концы с концами, воспитывая сына подростка и пятилетнюю дочку Юлю. Узнаваемый невероятно трогательный образ типичного советского ребенка в лутоновой шубке и пятнистой шапке, мгновенно украл сердца зрителей. Неожиданно проигрывает в наперстке 100 рублей и свою меховую шапку, которая для любой женщины того времени была статусной и дорогой вещью. Чтобы порадовать мать друга, Марат решает сворвать похожую шапку с головы ненавистной учительницы английского языка и преподнести ее в качестве подарка. Костюмеры долго думали, какой должна быть шапка у Светланы Михайловны, чтобы она действительно представляла какую-то ценность. Сначала хотели взять Лисию а-ля Барбара Брыльска из «Иронии судьбы», но потом прикинули, что она стоила бы 40 рублей. И такой капитал для героини сериала был бы неподъемным. При этом слишком простая вязаная шапка тоже бы не подошла. В итоге они взяли первую попавшуюся из песца на авито. И когда уже выбрали шапку для мамы Андрея, потом уже решали, что делать с шапкой Флюры Габдуловны, которая должна была быть похожей. Доминирующий цвет гардероба матери Андрея серый, как символ серости и бесприглядности жизни, монотонности каждого дня и попытки найти выход из сложившегося тупика. Количество ее костюмов было намеренно минимизировано. Есть уличный образ, есть домашний, есть рубашка, которая появляется, когда она поджигает себе волосы в момент пошатнувшегося душевного равновесия. Художнику по костюмам Дарьи хотелось с помощью гардероба подчеркнуть безысходность и печаль жизни женщины с двумя детьми в сложной ситуации. Вроде бы и малышка славная, и сын музыкант скоро вырастет и станет поддержкой и опорой. Ну, что-то пошло не так. Многим запомнилась сцена из первой серии, когда универсамовские ребята едут в Москву шакалить среди местных студентов. Так, одного такого парня они буквально раздевают и разувают. Торбо достается его кожаная куртка-бумбер спортивной команды, которой костюмеры нашли на Мосфильме за несколько дней до мотора. Точно такую же куртку можно увидеть в сериале «Лада Голд» у персонажа Эльдара Калимулина. И вот почему. Актеров сериала «Слово пацана» утвердили в последний момент, а «Лада Голд» уже была на производстве. И костюмеры, конечно же, не знали, что куртка уже снималась в другом проекте. В целом, любой художник по костюмам должен отдавать себе отчет в том, что когда находишь вещь на складе, то вполне вероятно, что до тебя ее заметил кто-то другой. Это как раз тот самый случай, когда проекты вышли один за другим. Популярность обрела и шапка Валеры Турбо «Фернанделька». «Фернанделька» – неофициальное название вязаной шапки, выпускавшейся в Чехословакии. Модель шапки была разработана фирмой «Тонак» в 50-60-е годы. Шапка могла иметь вязанный козырек с жесткой вставкой и помпон, однако были и разновидности без того и другого. Отличительной чертой шапки был геометрический узор, расположенный на отвороте. Название «Фернанделька» шапка предположительно получила в честь французского комедийного актера Фернанделя, персонажа которого в одном из своих фильмов появился на экране в похожей шапке. Нарочито исковерканный вариант названия Фернанделька указывал на фирменность головного убора. У шапки имелись и другие названия. Так ее могли назвать «Змеевка» из-за узора, похожего на зигзагообразный рисунок на теле Гадюки. «Карандаш» из-за того, что узор на ней напоминал также заточенный грифель карандаша. «Лопата» из-за наличия козырька. «Казанка» из-за популярности у сформировавшихся в 80-е годы ОПГ, в том числе казанских молодежных банк. А также «Вальтовка» и «Монголка». В начале съемок у костюмеров было аж 25 штук фернанделек, а под конец осталось только 8. Какие-то подарили артистам, какие-то потерялись после массовой сцены драки на озере, в которой участвовало 250 человек. За всеми не уследишь. Образ Андрея Пальто вдохновлен главным героем культовой ленты Вадима Абдрашитова «Плюмбум» или «Опасная игра». В этой картине 15-летний парень Руслан Чудко, его сыграл Антон Андросов по прозвищу «Плюмбум», мнит себя санитаром родного города и помогает оперотряду ловить преступников, но постепенно начинает злоупотреблять появившейся у него властью. Его серое пальто в елочку с темным меховым воротником и шапка-ушанка перекочевали в чушпанский гардероб Андрея. Пальто шили с нуля из новой шерстяной ткани, а вот оригинальный советский воротник Дарья лично покупала на Авито. Создание кино – это всегда групповая работа, слаженная работа большого коллектива. Огромная ответственность лежит, на мой взгляд, на создателях сцен с историческим прошлым. Чтобы угодить и не обидеть тех, кто застал те времена, и чтобы было актуально для тех, кто родился намного позже и до выхода кинокартины, даже не знал о подобных событиях. Создатели сериала в художественной форме рассказали в том числе и о своих воспоминаниях. Этот сериал – собирательный образ. Он про возмездие, а не про романтизацию преступлений. И всегда были, есть и будут хорошие, плохие. Слово пацана рассказывает про выборы его последствия. На этом мой обзор подошел к концу. Пишите в комментариях, нравится вообще вам этот сериал или нет. И почувствовали ли вы всю глубину нарядов героев, либо для вас-то все равно до сих пор обычная одежда. Всем прекрасного настроения и пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok